Как избавиться от неприятных запахов в доме, полезные лайфхаки. Неприятные запахи в доме или квартире появляются по разным причинам. И часто они совершенно не связаны со свежестью ремонта и регулярной уборкой. В более старых постройках неприятные ароматы могут появиться из-за плесени канализации, плохой вентиляции и других причин. Почему в помещении появляется неприятный запах и как от него избавиться, читайте ниже. Причины неприятных запахов Плесень Эта причина чаще всего дает затхлый запах, который появляется из-за повышенной влажности на разных поверхностях. Стены могут покрываться плесенью под обоями или даже плиткой. Самые слабые места – ванная комната и кухня. А грибок не только портит воздух, но и может вредить здоровью. Канализация С этой проблемой часто сталкиваются владельцы квартир в хрущевках. И проблема не только в постоянных поломках труб. Из-за своей давности вся система не справляется с задачей и неприятные ароматы прорываются в квартиры. Вентиляция Если текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит Воздух в доме или квартире плохо циркулирует, то появление неприятного запаха неизбежно. Воздух просто застаивается в помещении. А сама вентиляция может стать источником вони, так как на ее решетках скапливается грязь и влага. Старый ремонт И тут имеется в виду не обновление стен, а именно всего помещения. Запахи впитываются в стены обои мебель. Трубы забиваются и начинают хуже функционировать. И смесь всей этой вони будет концентрироваться в помещении. Как избавиться от неприятного запаха? Сделать ремонт или генеральную уборку. Это сложное решение, но если неприятный запах держится давно и порядком надоел, это сделать необходимо. Можно обойтись минимальными изменениями. Снять старые обои, обработать стены от плесени, поклеить новые обои, вычистить все углы, ковры и отмыть мебель. Проверить и почистить, трубы, вентиляцию, канализацию. Ну и мусор повыбрасывать. Регулярное проветривание. Если проблемы только с вытяжкой и вентиляцией, то их нужно устранить, а потом ежедневно открывать окна и впускать свежий воздух. Это поможет отрегулировать и влажность в помещении. Ароматизаторы. Если все предыдущие пункты выполнены, но пахнуть приятно так и не начало, добавляем тяжелую артиллерию, аэрозольные ароматизаторы. Можно подобрать и другие искусственные ароматизаторы для дома, их сейчас полно в любом магазине. Есть в виде подставок, есть с распылителем, есть в виде. Текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит. Интерьерных украшений. Стоит быть осторожнее с разными добавками, они могут вызывать аллергическую реакцию. Народные средства. Используйте корочки апельсина, мандарины, лимона, их можно поджарить на сковороде и аромат разойдется по всей кухне. Поставьте в квартире арома свечи аромопалочки. Можно сделать вазочки с кофейными зернами и травами. В шкафы разложите кусковое мыло, мешочки с травами и ароматическими маслами. Напомним, ранее мы писали о том, как Избавиться от пыли в доме с помощью копеечного средства. А также рассказывали о том, какой простой способ поможет вам содержать в чистоте холодильник и избавиться от постоянного мытья. Продолжение следует...